В Ташкенте открылся ситуационный центр, который позволяет в режиме реального времени наблюдать и оперативно реагировать на происшествия. Для чего этот проект нужен столице и какие задачи он решает? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим, какие функции ежедневно выполняют городские службы. Управление городом можно условно разделить на три основных звена. Первое. Оперативные задачи, которые нужно решать здесь и сейчас. К ним относятся срочные ремонтные работы, а также обеспечение населения газом, светом и водой. Второе. Стратегические задачи, которые связаны с постройкой социальных объектов, улучшением инфраструктуры города и обеспечением безопасности дорожного движения. Третье. Инвестиционные задачи, к которым относятся долгосрочные проекты по развитию города. Все типы задач, напрямую связанные друг с другом, и для того, чтобы решать их вовремя и эффективно, в столице был построен данный ситуационный центр. Все верно. Для того, чтобы выполнять разноплановые действия, был построен как раз ситуационный центр. Так как все задачи разноплановые, участвует очень много участников. Даже если все это исполнить в идеальнейшей организации, то будет проблемой в коммуникации организаций друг с другом. Дело в том, что для того, чтобы выполнить какую-то задачу, скажем, какую-то дорожную задачу, идет ремонт теплотрассы. В этом обычно участвуют не менее трех-четырех организаций. И для того, чтобы выкопать, поставить трубу, поменять, а обратно ее закопать, то есть несколько организаций должны друг с другом сотрудничать, и тем самым работа пойдет быстрее и точно. Если та коммуникация, о которой вы нам рассказали, будет установлена, насколько быстро будут приниматься решения? Мы как раз с вами находимся в комнате для принятия решений. Здесь сидят руководители, управляющие. Это капитанский мостик, где и принимаются все решения. Можно принять решение за сию минуту, сию секунду. То есть это происходит быстро, так как ситуационный центр перед вами, все данные перед глазами, и управление сможет принять решение очень быстро. Этот зал, оснащенный средствами коммуникации, самое сердце ситуационного центра. Здесь создано около 100 рабочих мест в формате open space. А на этот экран централизованно будет стекаться вся информация по работе пожарных, коммунальных, градостроительных и других служб. Ситуационный центр предназначен не только для решения ежедневных бытовых проблем, но и для решения более крупных задач, связанных с градостроительством, например, с архитектурой и так далее. Например, один из наших крупных проектов — это геоинформационная система и цифровая карта. Вот наша цифровая карта. Мы ее делали посредством ортофотоплана. Это огромный снимок Ташкента. На данный момент это единственная официальная карта Ташкента в цифровом виде. Данная карта помогает нам делать аналитику по городу. Например, такую, как индекс комфортности. Насколько комфортно жить в нашем городе, насколько комфортно доехать из одной точки в другую. Или чтобы социальные объекты были доступны, такие как школы, детские садики или же поликлиники. Там, где зеленое, к этим местам легко добраться. Это значит, что школы там есть. Там, где красное, значит, школ не хватает. Или до них тяжело добраться. Например, если включить доступность метро, входы в метро, видите, зеленым показывают те места, где есть входы метро. Вся эта информация нам нужна для того, чтобы более удобно планировать город. Чтобы быстрее и лучше строить какие-то социальные объекты. Те же детские садики, те же школы. А сейчас мы находимся в самой секретной комнате этого здания. Здесь расположен дата-центр, который получает, хранит данные и обменивается с государственными ведомствами. Подводя итог, стоит отметить, в настоящее время, когда стандарты качества городов меняются с неимоверной скоростью, ситуационный центр играет важную роль. Символично и то, что он расположен рядом с Хакимиатом Ташкента. Более того, эти два здания соединяют специальный коридор.